Всем привет, меня зовут Лиза и добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня мы с вами посмотрим на веб-камеру RAPEX 701 от компании LORGAR. Что интересно, совсем недавно я рассказывала вам об игровых ковриках этой же фирмы, теперь же мы с вами посмотрим на другой вид геймерских аксессуаров. Камера RAPEX 701 имеет максимальное разрешение 2560 на 1440, то есть имеет возможность записывать в 2К разрешение. Частота кадров при записи в 2К будет равна 30, а при записи Full HD 60. Также есть встроенные функции, такие как автофокус, автобаланс белого, компенсация низкой яркости и коррекция экспозиции. Также в камеру встроены два стерео микрофона, которые мы тоже протестируем. Теперь мы с вами перейдем к распаковке камеры. Сама камера лежит вот в таком вот черном мешочке с фирменным логотипом LORGAR. Вот таким образом выглядит камера. Угол ее поворота составляет 360 градусов. Есть выдвигающаяся шторка, чтобы в случае необходимости закрыть линзу камеры. Ну или же быть как я и забывать убирать эту шторку в начале стримов. Также у камеры есть резьба, чтобы можно было прикрутить ее к штативу. Камера подключается через разъем Type-C и вот собственно кабель, который идет вместе с ней длиною в два метра. Сейчас вы видите и слышите меня с камерой RAPOX 707 в качестве 2К, то есть разрешение 2560 на 1440 в 30 фпс. Микрофон тоже от камеры, никак настройки микрофона я не меняла, поэтому можете вот сейчас оценивать качество картинки и качество звука в целом, пока я с вами разговариваю. Теперь вы видите меня в качестве Full HD, то есть разрешение 1920 на 1080 в 60 фпс. И также на микрофон я наложила фильтр шумоподавления и вот таким образом звук немножко даже лучше звучит, поэтому советую вам использовать шумоподавление, если вы будете пользоваться микрофоном от этой камеры. Я считаю, что данная камера хорошо подойдет для каких-то рабочих созвонов, для зума, для дискорда, google meet и прочие другие места для онлайн конференций и микрофон тоже в целом для этих целей подойдет, но если мы говорим уже про стримы, про записи роликов, то тут уже нужно иметь в виду, что нужно иметь много света для того, чтобы качество было лучше и микрофон, конечно, лучше использовать уже другой, отдельный, более хорошего качества. И, кстати, камера представлена в трех цветах, это белый, синий и красный. У меня вариант в белом цвете, но выглядит камера очень стильно, за это прям большой жирный плюс. В общем и целом, что я хочу сказать по поводу данной камеры, она хорошая, качество видео, качество записи мне на самом деле очень нравится. И если для стримов и для роликов вы будете ее использовать, то вы точно будете довольны, потому что обычно это вот такое маленькое окошко где-то в углу экрана и с этим вебка точно справится хорошо. Ну и даже в формате полноэкранного ролика, как сейчас, камера справляется тоже довольно таки неплохо. Конечно, вопрос к микрофону, но редко, когда кто-то для того, чтобы записывать качественный контент, используют микрофон от веб-камеры. Чаще всего в 99 процентов случаев люди покупают микрофоны специально для этих целей, поэтому если рассматривать под данный вид деятельности эту вебку, то тут я не буду придираться к качеству звука. Для каких-то конференций, онлайн-конференций, созвонов, дискордов в принципе подойдет и дополнительно покупать микро будет не обязательно. У меня нет цели вообще разрекламировать данную вебку, рассказать какая она супер-пупер, я просто высказываю свое мнение вот такое, какое оно есть. И также конечно учтите, что опять же, если вы берете ее для стримов и для роликов, очень важен хороший свет. Вот у меня сейчас софтбокс и прожектор с очень ярким светом и вот таким образом получается вот такое качество картинки, которое вы сейчас видите. Что вы думаете по поводу данной веб-камеры? Пожалуйста, пишите в комментариях, ставьте ей свою оценочку, мне будет интересно почитать ваши комменты под этим роликом, подписывайтесь на мой канал, если вы еще почему-то на меня не подписаны, ну а мы с вами встретимся в следующих роликах и на стримах. Всех вас целую, обнимаю и всем пока!